Тема нашего сегодняшнего вебинара посвящена психологии коучинга и вот такой глобальный вопрос, который мы себе ставим, и хочется пообсуждать его вместе с вами. Коучинг – это психология или нечто иное? Тема достаточно новая для нашей страны, в мире существует порядка 20 лет, а вот до нас она пока что это время как-то не доходила. И вот, наконец, случился тот миг, когда всё это свершилось, и мы тоже начали говорить про психологию коучинга. Меня зовут Попова Ксения, я бизнес-психолог, я тренер-методолог, коуч-консультант, 12 лет в обучении и развитии в крупнейших производственных и FMCG компаниях. Занималась в основном обучением и развитием персонала, руководителей. Основные проекты – это всё, что касалось выстраивания систем обучения и развития. Андрей? Меня зовут Андрей Василевский, также являюсь бизнес-психологом, но и психологом-консультантом коучинг именно в когнитивно-поведенческом подходе. Итак, что нам сегодня, какие вопросы мы хотели бы вынести на обсуждение. Первое. Зачем психологу профессиональное коучинговое образование, а коучу психологическое? На каких психологических подходах базируется коучинг? Что в коучинге есть не психологического? Оно там точно есть. Как можно использовать методы и техники коучингов, терапии и наоборот? Также расскажем о новом курсе, который стартует в АКПП совместно с Международным институтом КПТ. Это «Психология коучинга. Подходы, методы и техники». Это будет во второй половине сегодняшней нашей встречи. Ну что, я передаю тебе слово. Итак, что такое психология коучинга? Не психология в коучинге, а именно психология коучинга. Это, на самом деле, направление, которое в мире развивается, начиная с 2000 года, официально. Вот в 2000 году произошло, следующий появился, первый курс по психологии коучинга. Создал его Энтони Грант. И, получается, вот Энтони Грант стал таким вот отцом-основателем этого направления. Значит, это произошло вот в университете Сиднея. С тех пор, с 2000 года, фактически, ну вот, начали как грибы расти. Разные общества, разные организации обучающие в разных странах. Ну вот, большое такое тоже общество, сообщество есть в Великобритании. В рамках британского психологического общества. Да, там есть целое отделение психологии коучинга. Появилась Международная ассоциация психологии коучинга. Это вот ISCP. Также появились журналы, периодические издания. Ну вот, например, International Coaching Psychology Review. При этих тоже обществах. Международные журналы психологии коучинга. Здесь, ну, приведены только некоторые из этих обществ, и их больше, конечно же. Что в России? В России на данный момент, пока, все, что известно мне, это отделение в рамках российского психологического общества, РПО, это такое крупнейшее сообщество психологов, присутствует отделение психологии коучинга. И все. Поэтому в России, так сказать, пока еще все находится в очень зачаточном, ну вот, в рамках, да, психологии коучинга, в зачаточном состоянии, да. И вот мы с коллективом, здесь стоит сказать, что коллектив уже есть, команда уже есть. Мы с этой командой, в общем-то, занимаемся развитием этого направления в России. И очень хотим, чтобы вот в нашу команду, в наше сообщество тоже вовлекались люди, как из коучинга, так и из психологии. И чтобы вообще люди вокруг больше узнавали о том, что существует некое такое направление психология коучинга. Что это за направление? Есть, ну, уже книги серьезные по психологии коучинга. Пока зарубежные, пока они не переведены. Ну, вот в рамках группы, я думаю, практически все знают уже об этих группах в Телеграм, группа психологии коучинга, группа секция коучинга, ассоциация к агентивно-поведенческой психотерапии. Вот мы переводим главу за главой одну из этих книг. Это руководство по психологии коучинга под редакцией Стивена Палмера и Эллисон Уайброу. В этой книге это фактически сборник статей по разным направлениям психологическим коучинга. То есть вот как в психотерапии присутствует там гештальт, подход, психоанализ, когнитивно-поведенческий, поведенческий, все то же самое, есть только с еще словом коучинг. И вот мы переводим эти главы. Я думаю, многие из вас уже участвовали во встречах, где мы обсуждаем эти главы, представляем и обсуждаем. Также есть другие книги. Вот одна из наиболее интересных – это полное руководство по коучингу. Почти так же называется, только слово полное, да, комплит, написанное Татьяной Бачкировой и Дэвидом Клаттербаком. Это тоже очень известные люди в области коучинга. И там тоже такой вот сборник статей на вот разные темы, разные подходы в коучинге. Ну, есть еще Вики Брок, она написала большую работу по истории коучинга, и на следующих слайдах мы тоже упомянем и представим некоторые там диаграммы, графики из ее работы научной. Вот Вики Брок проанализировала огромное количество информации, литературы, статей, научных работ, касающихся коучинга. Это просто невероятная работа. И, по сути, она вот сделала, создала такую карту, откуда коучинг, что позаимствовал, какие моменты, техники, приемы, вообще что такое коучинг. И вот с исторической еще такой справкой с развитием всего коучинга, с самого зарождения до там момента написания этой работы, вот это все изложено в этой книге. Потрясающая работа, достаточно интересна специалистам, я думаю, и в коучинге, и в психологии ее почитать. Так, движемся дальше, и вот мы начинаем как раз смотреть на вот эти результаты работы Вики Брок. Там множество таких диаграмм, и есть еще и посложнее. А для чего вот эту диаграмму я здесь на слайде привел? Значит, здесь вы видите, что коучинг на самом деле, он не только корнями уходит своими в психологию, в научную психологию, в разные подходы, но и во множество других практических областей деятельности человека. Ну, например, да, образовательную сферу, тренинг, консалтинг. Что еще здесь есть? Вот движение за человеческое развитие человеческого потенциала. Значит, развитие карьеры, фасилитации, лидерство, да, лингвистика, антропология, социология. И получается, коучинг, он очень интегративен, как практическая деятельность. Он берет все, что, так сказать, помогает людям проводить коучинг и достигать результатов. Значит, правее диаграмма. Также вот соотношение с разными уже такими философскими направлениями. И здесь слайд привел просто, чтобы было понятно, насколько много знаний в коучинге из разных-разных направлений. Еще диаграмма. Но теперь по поводу корней уже в психологии, именно в психологии, да. И мы видим, что у психологии достаточно много разных направлений. Там и клиническая психология, психология спорта, организационная психология, психология развития, ну и так далее, да. И вот получается, из этих направлений что-то тоже коучинг позаимствовал. При этом, как вы видите, вот есть такая красная черта, она идет на 90-х годах, да. То есть вот в 90-е годы произошло взрывное развитие коучинга в том смысле, что про него очень большое количество людей и начало узнавать, использовать, применять на работе, в жизни, в качестве профессии и так далее. То есть вообще-то вот это вот самый такой золотой век коучинга, развития коучинга. Но, как вы видите, вот есть в 70-е годы, 70-е, 80-е годы, то, что называются отцами-основателями. Здесь можно прочитать Голви, Уайтмор, да, Витмор, ну и так далее, да. Вот, так сказать, их немного, поэтому, наверное, и называют их отцами. А это просто такие первопроходцы, популяризаторы коучинга в близком значении к тому пониманию, которое сейчас есть у коучинга. Но, конечно же, это понимание очень сильно изменилось с их временем. И вот дальше вот это вот отсутствие, оно очень, да, такое расширилось, стало очень широким. И вот каждый из этих человек очень многое внес в 90-е годы в вот в эту практику. И все-таки, что же такое психология коучинга, определение? Вот здесь приведена сводка определений. Это как раз вот книга руководства по психологии коучинга. Там есть глава, посвященную этому, да, вот что такое психология коучинга. И здесь можно увидеть разные определения. И первое определение психологии коучинга исторически, да, дал Грант и Палмер. Палмер, вот Грант, как вы видели, первый, кто запустил этот обучающий курс психологии коучинга в Австралии, да, в Сиднее. А Палмер – это второй человек, так сказать, по важности. Ну или первый, сложно сказать, кто важнее. Он находится в Великобритании, да. И вот, конечно же, ну, огромный вклад сделал в развитие психологии коучинга, в том числе, да, вот был редактором этой книги. И до сих пор активно участвует в развитии ассоциации психологии коучинга, преподаванию и так далее. Значит, Гранта уже, к сожалению, с нами нет. Из этого всего вот я перевел как раз определение Гранта. Это повышение личной и профессиональной эффективности нормальных людей в общей популяции, опираясь на модели коучинга, основанные на известных терапевтических подходах. Ну, здесь надо делать скидку, что это вот в момент зарождения психологии коучинга такое сформировалось определение. Оно, конечно же, сейчас изменилось. Можно такое видоизмененное определение Гранта привести как психология коучинга определяется как процесс повышения благополучия и эффективности в личной жизни и на работе, подкрепленный моделями коучинга, базирующимися на устоявшихся теориях и подходах обучения взрослых и детей или на психологических теориях и подходах. Здесь они почему-то вот большое внимание уделяют именно обучению. Ну, как мы знаем, есть педагогическая психология, то есть обучение – это тоже во многом психология, так сказать. И продолжение. Вот продолжение в этом определении очень интересное. Психологический коучинг практикуется квалифицированными психологами, имеющими высшее психологическое образование и прошедшими соответствующее непрерывное профессиональное развитие и суперизионную практику. И эти вот коучи, у которых есть психологическое образование, которые прошли это обучение психологии коучинга и практику коучинга, именно психологического, они называются coaching psychologist. Ну, по-русски это психологи-коучи или коучи-психологи. Иногда они даже называют себя коучи-психотерапевты. Я предлагаю это обозначать в России, потому что нам нужно свое обозначение придумать. Название для таких специалистов я предлагаю закрепить в России коуч-консультант. Ну, потому что психотерапевт мы не можем называть, потому что терапевт, терапевтическая деятельность регулируется законодательством, и оно прежде всего связано с медициной, с диагнозами и так далее. Поэтому вот психолог-коуч, тогда непонятно, кто психолог или коуч, а вот коуч-консультант сразу становится понятно, что приоритетно. То есть приоритетно коуч, но вот с какой-то такой частью еще психологической. Значит, это определение как раз Международной ассоциации психологии коучинга. На данный момент это единственная ассоциация международного уровня. Она дает такое определение. Однако есть другие взгляды на это определение и на то, чем является психология коучинга. Значит, вот, например, как считает Пасмур. И Джонатан Пасмур тоже очень видная фигура. Наверное, третья или четвертая, пятая, в пятерку входит в крупнейших специалистов в области психологии коучинга. Вот он написал в статье так, что одним из актуальных и важных вопросов является вопрос о том, в чем разница между коучингом и психологией коучинга. Ну, здесь имеется в виду, чем отличаются коуч и коуч-консультант. В чем разница? Подразумевается, наверное, он предполагает, что коуч-консультант это тот, кто еще имеет квалификацию, образование в области каких-то подходов, интервенций, процессов в коучинге. Тот, кто образован и применяет вот эти психологические подходы и интервенции. Однако он тут же говорит, что хорошо, если мы назовем психологов-консультантов как тех, у кого есть психологическое образование, то что же делать с теми коучами, которые просто применяют психологические техники? Например, техники из недоказательных подходов, ну, вот как из НЛП, допустим, из классического НЛП. И что получается тогда? Они не могут называть себя коучами-консультантами, они же используют тоже психологические какие-то приемы, техники, методы и так далее. Пусть заимствованы из НЛП или из каких-то других подходов, просто прочитали книгу, познакомились с этими приемами и осуществляют. И тогда получается парадокс, что по идее мы должны считать психологами-консультантами просто тех коучей, которые применяют эти техники, подходы из научно обоснованных подходов в психологии. Но так или иначе они становятся психологами, претендуют во всяком случае на то, что могут считаться психологами-консультантами. Но вот все-таки, да, коуч-консультант – это не тот коуч, который еще обучился психологии. То есть вот, допустим, да, можно же обучиться коучингу в СИЭФ, обучиться психологии в каком-нибудь ВУЗе и сказать, ну, вот теперь я коуч-консультант, потому что я тем и другим и владею. Но вот это вот получается не совсем то, потому что надо уметь объединять, да, надо понимать, как объединяется коучинг с психологией, в какой момент можно применять технику, уместно применять, насколько это мешает коучингу или помогает коучингу, согласовывать это с клиентом, не согласовывать с клиентом, ухожу я в терапию, не ухожу я, то есть возникает огромное количество вопросов. И поэтому вот изучение и того, и другого – это не совсем то, что вот подразумевается под психологией коучинга, вот как практической деятельности, как деятельности психолога-консультанта. Если начали говорить уже о подходах, психологических подходах в коучинге, то вот было проведено такое исследование, это международное исследование, задавался вопрос, в каком подходе вы практикуете коучинг, ну, как коучинг. И вот такие вот ответы. Значит, просто коучи без психологического образования, то есть те, кто не коучи, консультанты, ответы вот такие. На первом месте ответы коучей были о том, что подход, ориентированный на решение. Следующий – когнитивно-поведенческий подход, подход позитивной психологии, подход, основанных на сильных сторонах людей, коактивный подход, сфокусированный на целях подход и другие. И заметьте, какая большая доля других ответов. То есть реально люди даже не знают, то есть коучи, профессиональные коучи, которые практикуют его, не знают, какой они используют подход. Ну, просто коучинг и все. Наверное, отвечают по стандартам АСЕФ или той организации, где обучились этому коучингу. Но даже если мы спросим эти организации, придем в школу и спросим, или позвоним, хотим получить коучинговое образование и скажем, а какой вы подход используете, как он называется? Они скажут, скорее всего, ну, например, АСЕФ, там, да, если это стандарты АСЕФ. Но интересует не организация, а именно какой подход. Потому что все равно применяются какие-то техники. И эти техники все равно заимствованы из какого-то подхода, психологического, как правило. Вот, но люди про это не знают, потому что школа про это не рассказывает. Возможно, и сами школы не знают, откуда эти техники появились. Они почему-то не говорят, например, что техники НЛП используют. А если это психологи-консультанты, как они называются за границей, да, или у нас предлагаю называть коучинг-консультанты. Здесь уже вот такой колонки не знаю, нет. Потому что они понимают, какие техники, откуда они заимствованы, из каких подходов психологии. Они уже четко отвечают. Когнитивно-поведенческими на первом месте. И опять же, да, очень многое взято в том коучинге, который обучается в школах, в обычных коучингах. Очень много техник из когнитивно-поведенческого подхода. Ну, даже в школе не знают, что это из когнитивно-поведенческого подхода. Ну, вот психологи-консультанты, они знают. Поэтому вырывается на первое место именно когнитивно-поведенческий подход. Такая вот интересная диаграмма, можно ее проанализировать. И в России. Значит, в России, прошу обратить внимание, сейчас проводится такое же исследование. И вы можете в нем поучаствовать и, более того, ознакомиться первыми с его результатами. Да, есть вопрос. Катерина. Да, здравствуйте. Вы знаете, у меня к вам вопрос такой, как к коллегам. Насколько я знаю, из своей практики, из практики коллег разных. А коучи, которые успешные, коучи, которые на рынке востребованы и так далее, они миксуют. И нету ни одного из какого-то... Ну, когда... Меня вызвало какое-то, ну, некоторое чувство, такие эмоции по поводу того, в каком именно подходе. В зависимости от запроса. Потом клиент, насколько я понимаю, приходит. Ну, не то, что насколько я понимаю. В общем, ко мне приходит человек для решения какой-то определенной задачи, определенной проблемы. В принципе, ему абсолютно все равно, в каком подходе я консультирую, или что я именно, с какой-то, с когнитивно-поведенческой, не с когнитивно-поведенческой. У него одна задача. Должен быть разрешен его запрос. Да, то есть вот как бы... И у меня вопрос к вам, ну, нет ли в этом некоторой надуманности, скажем так, в каком именно подходе консультируют люди. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, ну, как бы... У меня тоже вопрос вот по поводу когнитивно-поведенческий коучинг. Вообще-то, ну, коучинг, он когнитивный весь. И, да, действительно, поведенческий, потому что нацелен именно на решение задач, которые требуют смены, ну, как бы, не знаю, действий, мышления и так далее. Поэтому вот в этом, как бы, как бы хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. В чем необходимость такого, какое-то именно разнесение? В целом, конечно же, для клиента, наверное, как бы это, может, и не имеет значения, если коуч выполняет свою функцию хорошо. Если эта услуга осуществляется, ну, как бы все в порядке. Но вопрос, что... Как клиенту помочь узнать, что будет за коучинг и вообще какие техники будут применяться до того, как первая консультация состоялась? Потому что сейчас коучей достаточно много на рынке. Все они очень разные. И не всегда есть возможность познакомиться, так сказать, с содержанием, да, их работы. И, как правило, вот был вопрос, да, есть коучинг, так называемый коучинг из Инстаграма, есть коучинг КПТ. Чем они отличаются? Так вот, в первую очередь, они отличаются тем, что коучинг в Инстаграме, он пишет, я сделаю вас счастливыми, допустим. Я там решу все ваши проблемы. Вы будете финансово благополучным человеком. Вы устроите свои отношения и так далее. Вот это вот, ну, там разные вариации, да, плюс-минус. Ну, примерно вот это вот коуч Инстаграм. Значит, коуч КПТ пишет конкретно, да, что мы будем работать, используя когнитивно-поведенческие элементы какие-то, да, что у меня есть образование, допустим, или подготовка какая-то в когнитивно-поведенческом еще и подходе. У меня есть образование именно в КПК, когнитивно-поведенческом коучинге. И тогда человек лезет дальше смотреть, а что такое вообще когнитивно-поведенческие. И находит, что когнитивно-поведенческие – это то, что вот работает вот там с когнициями, с поведением, да, вот, соответственно, основную мысль о когнитивной модели, что, изменив мысли, можно повлиять на наши эмоции и поведение и так далее. И он примерно понимает, что можно ожидать. Если он идет к гештальт-коуча, то он ознакомится, что такое гештальт, да, и тоже примерно поймет, что там будет плюс-минус, опять же, происходить, но гораздо более точно, чем просто прочитав обещание там сделать человека счастливым. Я всегда говорю, что ключевое слово, вот, когнитивно-поведенческий гештальт-коучинг, психологический коучинг, просто коучинг, коучинг по стандартам, ключевое слово – это коучинг. То есть большая часть там моментов будет именно из коучинга. И дальше мы расскажем, что есть в коучинге вот именно из подходов, и что есть чисто такого коучинга. Станет понятно вообще говоря, что значит коучинг, вот на какие части он раскладывается, потому что это не значит, что вот человек, который пришел на когнитивно-поведенческий коучинг, там только будут когнитивно-поведенческие техники. Нет, там будет коучинг, но с некоторыми элементами техник, интервенции, вот из когнитивно-поведенческого подхода. В гештальт, соответственно, из гештальта. И я согласен с тем, что по своей сути коучинг – это скорее поведенческий, да, поведенческий подход про изменения в поведении. Еще одна поднятая рука, как раз Наталья Антонова. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела немножко добавить к ответу Андрея, Екатерине, Екатерин был вопрос. Что Андрей говорил, это вообще-то этический принцип осведомленного согласия клиента. То есть клиент должен понимать, что конкретно будет к нему применяться, и мы об этом всегда говорим. Если коуч сам не понимает, что он применяет и что он делает, как он об этом осведомит клиента. И второе, я бы хотела еще подчеркнуть, это идентичность самого коуча. Сейчас эта проблема тоже обсуждается активно. Профессиональная идентичность. Что я делаю и почему, и кто я. И если коуч не понимает, я сама прошла много школ разных, и ни в одной школе я не слышала какой-либо ссылки на какого-нибудь автора, например. Берется техника, показывается, повторяйте, а что это за техника, из какого она подхода, откуда она. И тогда человек, закончив такую школу, как он себя идентифицирует, как он понимает, что он делает и почему он это делает. Понимаете, да? То есть когда это вопрос профессиональной идентичности, это очень важный вопрос. Кто я как коуч? И вот то, что Андрей приводил, вот это вот пример исследований, мы тоже пытаемся посмотреть, как у нас в России идентифицируют себя коучи. Это сформированность профессиональной идентичности у коуча. Кто я как коуч и в каком подходе я работаю, соответственно, что я делаю клиентами, куда я их веду. Я согласна, да, что любой коучинг коммунитетно-бухиоральный. Почему? Потому что большинство техник как раз заимствовано из когнитивно-поведенческого подхода, не считая техникой НЛП, которая связана с трансом. Да, вот все трансовые техники, это из НЛП, вот именно шкалирование любимое, да, волшебные вопросы и так далее. Это все когнитивно-поведенческий подход. И с этой точки зрения, да, ну об этом надо сказать, это надо понимать, откуда ты эти техники берешь, почему ты их используешь. Вот так вот я думаю, спасибо. Да, Наталья, спасибо большое за вот это раскрытие ситуации на данный момент во многих случаях. Еще только один маленький момент, если позволите, добавлю, что важно не только с точки зрения самоопределения, да, но и с точки зрения получения дополнительных знаний. Потому что когда техника дается со ссылкой на источник, на первый источник, на книгу, на статью и так далее, то человек может, если что-то он недопонял, взять этот учебник и почитать, и что-то узнать еще больше об этой технике, о применении. Потому что вопрос же не только в технике, вопрос, когда ее применять, как ее применять, с кем ее применять. И чтобы ответить на все эти очень важные вопросы, недостаточно просто знать технику, надо знать, как бы, получается, ну, вот все вот эти вот моменты, и тогда ты можешь посмотреть, соответственно, про эту технику почитать, узнать там больше. Подытожить, чтобы психология коучинга, что это такое? Это, во-первых, исследование существующих практик коучинга, исследования, да, с точки зрения академической и прикладной психологии. Это изучение истории коучинга, его структуры, содержания, эффективности и так далее. Это второе исследование развития уже разработка методов техник, моделей, методологий коучинга, в том числе на основании отдельных подходов психологического консультирования и терапии. То есть не просто поисследовать то, что есть сейчас в области коучинга, но и также что-то новое разработать или доработать существующее, применить какие-то дополнительные техники, в том числе и из-за консультирования и терапии. Третье, и это я выделил прям вот жирным шрифтом, это распространение знаний обучения психологии коучинга для повышения эффективности и обеспечения качества коучинговых услуг. То есть коуч, который знаком с психологией коучинга, точно будет очень заинтересован этим направлением, узнает очень многого полезного, начнет применять это в практике. И это поможет, конечно же, повысить эффективность своих услуг и понимание вообще, что происходит. Потому что иногда вот в обучении просто говорят, делай это и будет так. А так можно понять, а почему вот надо именно это делать, почему именно открытые вопросы надо задавать. И вообще, может быть, закрытые тоже можно в каких-то случаях задавать. И получается такое расширение репертуара и гибкости, и, естественно, повышение эффективности работы. И четвертое, это, конечно же, применение знаний и навыков психологии коучинга. Тут вот как раз про то, что говорилось выше в определении, что фактически коуч, который знаком с психологией коучинга, он может себя считать уже в какой-то степени коучинг-консультантом, коучинг-психологом, потому что эффективность его услуг повысилась, и он может уже конкретно сказать, почему он применяет эту технику, а не эту технику. То есть более осознанное ведение, осмысленное ведение практики с клиентами. Вот, не только на основании интуиции. Дальше мы покажем, собственно, как раз нашу уже концепцию в рамках нашей методологии, которую мы разрабатывали совместно с коллегами, и которая являлась темой нашей диссертации. Значит, мы понимаем условно. Понятно, что это все условно, просто чтобы лучше понять, что такое коучинг, понимаем, что это некий процесс исследования в целом, в таком вот совместном исследовании клиента и коуча. Коуч, по сути, помогает клиенту исследовать что-то. И, соответственно, благодаря этому исследованию находить точку А, точку Б и маршрут. Ну и также получать мотивацию для движения из точки А в точку Б по определенному маршруту. Значит, в основе коучинга лежит все-таки какая-то вот исследовательская деятельность в виде, вот, опять же, когнитивной, да, вот когнитивной работы коуча-клиента на сессии. Но это исследование условно можно разделить на три составляющих, которые, конечно же, взаимосвязаны, как круги Эйлера, они вот пересекаются в чем-то, да, совпадают. Вот, это эвристическое. То, что мы говорим об осознании чего-то, о таком вот эврике, да, открытии, инсайте, о выходе за рамки своего стереотипного мышления, поведения и творческое что-то, вот, создание чего-то творческого в процессе коучинга, это вот мы назвали так условно эвристическая составляющая коучинга. Слева можно почитать именно вот, что под этим подразумевается. Следующее – это фасилитационная составляющая. Что мы видим в любом коучинге, в любого подхода? Мы видим то, что коуч все-таки прилагает какие-то усилия, чтобы не просто эврика-эврика и все ушло с несколькими инсайтами, про которые быстро забыл. Может быть, а может быть не забыл, может быть, это изменило жизнь. А все-таки уходит с каким-то планом поведенческим. Почему мы говорим? Коучинг – это, скорее, поведенческая такая область, подход, потому что здесь про организацию деятельности. То есть хорошо, когда клиент уходит с точным пониманием, ну или плюс-минус с точным пониманием, что он сделает, какой будет следующий шаг, что изменится, и даже, возможно, с каким-то планом этих действий. И вот коуч выступает как фасилитатор, да, по сути, вот этого составления плана, организации каких-то действий, деятельности, как в рамках сессии, да, что-то отражая, повторяя в середине сессии, скажем, спрашивая, насколько мы близки к первоначально поставленной цели. Вот все это, это скорее такая фасилитационная составляющая, как облегчение процесса формулирования и достижения своей цели и сессии, и общей цели. И есть некая психологическая составляющая, но психологическое в значении, что это использование именно психологических подходов. Подходов для того, чтобы преодолеть какие-то психологические барьеры. Потому что, конечно же, сложно найти человеку, у которого вот все вот так вот без барьеров. Более того, сложно найти человека, который пришел в коучинг, для того, чтобы из благополучного состояния перейти в еще более благополучное состояние. Я лично с такими встречаюсь редко. Встречаюсь, но редко. Как правило, приходят люди, у которых все-таки есть какая-то внутренняя психологическая сложность. И именно поэтому он приходит не к профессионалу в какой-то области деятельности, где он хочет совершить прорыв, чего-то достичь. Если карьер, то карьерному консультанту иди. Если проблемы связаны с менеджментом, иди тогда обучайся менеджменту или посоветуйся в виде наставника с каким-то старшим менеджером. Нет, идет именно к коучу. Почему? Потому что он чувствует, что что-то здесь есть внутреннее именно. Не то, что незнание в какой-то области, а именно внутреннее, а значит психологическое. И вот чтобы эти барьеры преодолеть психологические, сначала осознать их, эти барьеры, а потом их преодолеть, для этого, конечно, нужны подходы консультирования, подходы терапии, которые, собственно, в основном на это и нацелены. Человек приходит к психологическому консультанту, чтобы избавиться от какого-то барьера, который в целом по жизни ему мешает. В терапию приходит для того, чтобы не просто от барьера, а уже от проблемы избавиться, который имеет общий такой характер деструктивный в жизни человека. Поэтому это вот очень важная составляющая, которую коучинг как бы немножечко, с моей точки зрения, недооценил с самого начала. Потому что, в принципе, можно весь коучинг свести вот к этой эвристической и фасилитационной составляющей. И замечательно, да, то есть результат всегда будет. Вот как бы у коучинга не бывает плохого результата, всегда бывает результат. Вопрос, насколько он хороший, насколько дальше человек этот инсайт все-таки переведет уже в действие, насколько он будет замотивирован осуществлять те изменения, которые он запланирован и так далее. И это большой вопрос. И вот как раз повышение эффективности — это вот переход от просто инсайта к плану действий и осуществление этого плана действия, и получение результата удовлетворяющего этого человека. Вот это уже, чем мы дальше движемся вот по этой шкале, тем более эффективным можно считать коучинг. Вот, и на этих двух колоннах здание устоит, но третья колонна психологическая, она очень важна, иначе вот крышка, как говорится, начинает съезжать и может упасть в какой-то момент, потому что человек запланировал несколько инсайтов, ушел, а не хватило мотивации этого сделать. Или ушел, достиг цели, а потом разочаровался, сказал, да это не моя вообще цель, мне этого не надо было. Или ушел и столкнулся с прокрастинацией и ничего не сделал. Вот за всем тем, что я озвучил, лежат, как правило, психологические барьеры в подавляющем большинстве, с моей точки зрения, случаях. И вот вершина, то есть это вот как раз ради чего все это делается, ради чего коучинг, с нашей точки зрения, это, конечно, ради достижения цели, ради решений каких-то, чтобы достигнуть какой-то цели, значимой цели, своей цели, которая не просто вот какая-то формальная цель или внешняя цель, а именно вот своя личная, которая хорошо соединена с ценностями, с личностным смыслом нашим, и все это вот как бы синхронизировано в общей конструкции. Тогда вот эти поведенческие все вещи, они произойдут и будут иметь позитивный результат. Здесь просто отражена вот каждая из этих составляющих, конкретно откуда заимствуются знания. Коучинг — это вид профессиональной деятельности по сопровождению человека в определении достижения своих целей с испорием знания о мышлении и поведении. Ну вот знание о мышлении и поведении, это, по сути, и есть психология. Вот эта часть по сопровождению, это очень хорошо описано, как осуществляют это сопровождение в гуманистическом подходе, еще в 60-е годы сформировавшемся в личностно ориентированном подходе, далее потом сформировалась на базе уже этих подходов позитивная психология. Конечно же, имеет большое значение психолингвистик. Клиент сказал это, а вот что это значит, вот да, вот это слово для него, для меня, как это соотносится, вот эта вот карта его лингвистическая с моей, и насколько он, что он понимает под этими словами, да, вот эта психолингвистика. То есть раскрытие смыслов, слов для клиента и, соответственно, для коуча, чтобы лучше понимать, что происходит, и лучше, как говорится, задавать вопросы. Вот, и, конечно же, как вы видели ранее, что многие и коучи, и коучи-консультанты говорят, что используют некий подход, ориентированный на решение. Это очень мощный подход, который сформировался там в 70-е, 80-е годы в терапии, в терапии, и коучинг уже в 90-е годы очень многое оттуда позаимствовал из этого подхода. Конечно же, вот эти все подходы – это психология. Следующий сразу перенесем к когнитивно-поведенческому подходу. Значит, если есть какие-то барьеры психологические, то, конечно, лучшие специалисты, кто может нам объяснить, как с ними справляться, это психологи-консультанты и психотерапевты. А также вот эта область знаний, которая учит психотерапевтов и консультантов, как работать с этими барьерами. Поэтому очень выгодно посмотреть на эту область и что-то позаимствовать оттуда. И вот эта средняя часть, она, по сути, уникальная для коучинга, очень уникальная, потому что она диверсифицирует коучинг от психотерапии и консультирования и диверсифицирует от некого очень недирективного такого, так называемого, отзеркаливания. Потому что если посмотреть, вот гуманистических терапевтов, их сейчас нет. Их даже вот если задастся целью найти, будет сложно найти. Потому что это просто отзеркаливание. Если посмотреть на вот человека-центрированный подход, человека-центрированную терапию, это просто, ну вот по сути, да, это как бы вот сопровождение в значении «я иду за человеком» и ничего, никаких практически интервенций не совершаю. Просто вот поддерживаю его там как-то словами, но опять же не в значении, что куда-то направлять и так далее. Получается, что вот эта вот часть эвристическая и фасилитационная, она очень хорошо диверсифицирует и характеризует отличительную вот эту черту коучинга, потому что в коучинге это про инсайты, конечно, про осознание в значительной степени и про фасилитацию, то есть вот как раз поведенческие какие-то изменения. Итак, все-таки, поскольку эти виды помогающих деятельностей очень близки, потому что во всех этих видах есть человек-человек, взаимодействие одного человека с другим человеком, какая-то психологическая составляющая. Чем же все-таки отличается терапия от консультирования и от коучинга? Терапия, ну, само слово терапия – это лечение. Значит, соответственно, мы имеем дело с каким-то диагнозом у человека, психологической природой, и терапевт помогает справиться с этим, ну, то есть решить, да, вот эту психологическую проблему. Соответственно, есть диагностическая часть, есть этот процесс лечения. Консультирование – это когда человек приходит, не говоря, что вот у меня есть такая вот серьезная психологическая проблема, да, вот, и вот определите сначала, диагностируйте, а потом помогите мне справиться с этой проблемой. А приходит как раз со сложностями уже в жизни, да, то есть говорит, вот мне вот так вот, например, в отношениях что-то не получается. Наверное, это как-то связано с моими психологическими особенностями, да, моментами. Помогите мне решить эту проблему, вот, да, там, найти человека, там, да, и так далее, или как-то лучше общаться. Ну, это как пример. А коуч-консультант, он помогает решить эту проблему жизнедеятельности человека, ну, вот, в значительной степени устраняя вот эту вот психологическую какую-то особенность этого человека или барьер. А коучинг — это про определение достижения своих целей, при том, что преодоление препятствий психологического характера является важной составляющей процесса целеполагания, целедостижения, но не единственной. То есть, скорее всего, в коучинг приходят люди, у которых они чувствуют, есть какая-то вот особенность, там, мышления, поведения. Они, может быть, даже не думают, что это вот психологическая какая-то вещь, но явно что-то вот с мышлением, с поведением, да, что-то не получается, какие-то мысли возникают, я не могу решить какую-то задачу. Коуч помогает решить конкретную задачу клиенту, в том числе и помогая преодолеть эти психологические барьеры. Но только в той степени, в какой это необходимо для вот решения задачи, достижения цели. Цель. Что такое цель? Вот с точки зрения нашей методологии, да, КПКЦ, когнитивно-поведенческий коучинг ориентирован на цели. Это осознанный, конкретизированный образ желаемого результата в виде объекта, состояния или процесса, обусловленный возможностями, ценностями и личным смыслом человека. Об этом, обо всем можно почитать подробно в наших статьях. И тогда, что значит коуч-консультант? Мы сделали такую шкалу. Опять же, это вот наше видение. Возможно, оно будет как-то трансформироваться с течением времени. Но на данный момент у нас такое видение. Значит, есть некое понимание вот коучинга, как такое человекоцентрированная такая практика, сопровождение человека, когда просто мы отзеркаливаем фактически очень многое, что происходит к человеку, чтобы он осознал, что с ним происходит, чтобы он выговорился. Потому что перевод внутренней речи во внешнюю – это уже большая польза для человека. Но чтобы при этом не уводил его от его цели, чтобы как какой-то знакомый или родственник не вносил какие-то свои, так сказать, манипулятивные моменты. Чтобы просто создать некое такое пространство, в которое человек раскроется, что-то осознает, что-то поймет и сам найдет решение. И это делается с помощью гуманистического подхода, с помощью позитивной психологии в том числе в какой-то степени. И программы, подавляющее количество, то, что мы видели, это является ключевым ядром компетенции коуча. Вот если взять ICF, например, стандарты, и прочитать их, да, компетенции, то там большинство компетенций будет практически слово в слово повторять вот этот гуманистический подход, человекоцентрированный подход, личностно-ориентированный подход. Это такой вот своеобразный коуч-зеркало. Без каких-либо интерпретаций. Хорошо или плохо, это замечательно, да. И это очень сложно на самом деле. Вот это, наверное, самая сложная вещь. И поэтому так важны вот эти компетенции. И нужна именно практика. Потому что мы не замечаем, как мы начинаем вести клиента, не замечаем, как мы начинаем интерпретировать в свою пользу что-то, как мы начинаем вот мешать, по сути, клиенту. Это очень сложно в себе поймать. И очень нужна практика, именно обучение практическое и компетентностное, чтобы это отлавливать, чтобы это предотвращать, контролировать, не допускать. Потому что это, конечно же, мешает, будет очень сильно клиенту. Вот. Но следующий уровень – это профессиональный коуч. И профессиональный коуч, вот только знание, какая-то небольшая практика недостаточно. Нужна очень большая практика, чтобы устранить как раз вот эти вот все элементы искажения вот этого своего зеркала. Поэтому это, конечно же, обучение больше 150 часов. Это более 500 часов практики нужно. И это достаточно большое число, количество менторинга и супервизии, чтобы, опять же, кто-то вот это вот кривое зеркало подправил, выправил в каких-то местах, подсказал, что тут вот такого сильно недирективного, мешающего происходит. Это большая работа, чтобы стать действительно профессиональным коучем. Но есть еще такое понятие на этой шкале как коуч с психологическим образованием. Значит, если у человека есть психологическое образование, он знаком с гуманистическим подходом, с человекоцентрированным, он уже вот с этой методикой работы он знаком и он понимает, что это такое. Поэтому, конечно же, он это будет делать уже изначально с достаточно большой степенью эффективности и пониманием. Плюс, конечно же, привносить в свою практику какие-то техники из своих знаний психологии. Однако вот психологическое образование и психологические знания это еще не практика. Чтобы научиться работать с человеком, недостаточно психологических знаний, потому что их огромное количество. Надо иметь какие-то навыки, какую-то систему, чтобы начинать работать с человеком. И вот как раз навыки и система работы с человеком дается только вот в конкретном практическом подходе. Практический подход — это, например, психологическое консультирование или психотерапия. Вот тогда с человеком можно начинать работать. Иначе вот все эти техники, так сказать, прочитанные в учебниках, опять же, надо знать, когда их применять. Надо иметь какую-то систему. И поэтому следующий уровень — это когда ты не просто коуч, который получил психологическое высшее образование, а ты именно коуч-консультант. То есть ты имеешь коучинговое образование и имеешь образование в каком-то подходе психологического консультирования или психотерапии. Возможно, в нескольких. Но знаешь, как это применять системно? И это, конечно же, больше 250 часов. То есть если брать подготовку в психологическом подходе, то это там тоже за 300 часов, 350 часов необходимо обучение пройти. Но вот если говорить про коуча-консультанта, здесь еще очень важна методология. Потому что можно отличным быть психологом-консультантом и психотерапевтом и отличным коучем. Но при этом ты будешь либо коучинг проводить, либо консультирование. И так сказать, человек говорит, вот сейчас не хочешь перейти в консультирование, а сейчас вот мы вернемся в коучинг. И это тогда получается, ну, как бы либо коучинг, либо консультирование. Поэтому нужна какая-то методология именно коучинга, которая объединяет вот две этих вещи. Таким вот очень естественным образом, когда консультирование не мешает, когда используются техники с консультированием, но они настолько тонко интегрируются в практику, что человек бесшовно, он даже не замечает, что сейчас произошло. Почему вот, казалось, был психологический барьер, и раз он вдруг исчез почему-то, раз все стало понятно, он пошел и, так сказать, преодолел какое-то затруднение и достиг своей цели. И плюс к этому еще, возможно, в последующем это будет применять в других, для достижения других каких-то своих целей, потому что у него решилась еще какая-то психологическая сложность, он получил опыт в этом. Тогда мы начинаем говорить уже о методологии, о некой такой методологии психологии, в психологии коучинга. И тогда мы переходим как раз к гистальт-коучингу, к психоаналитическому коучингу, когнитивно-поведенческому коучингу, где уже эти две вещи интегрированы. Люди обучаются уже интегрированному такому содержанию. В таком случае человеку не надо обучаться коучингу, а потом проходить психологическое вот это вот обучение, образование, которое даже в виде переподготовки это сотни и сотни часов, причем очень большого количества знаний, которые вообще не понадобятся в коучинге. Да, ну вообще не пригодятся. Поэтому достаточно просто из этой всей психологической науки взять то, что нужно именно для коучингу, сформулировать это в виде методологии и обучить только этому человека, чтобы он стал коучинг-консультантом полноценным. Тогда вот здесь, на этом моменте, можно задать вполне такой обоснованный вопрос, насколько такой подход сейчас востребован. И перед вами исследование, которое было проведено в 2021 году компанией HACE. Оно опросило примерно 350 российских компаний относительно их отношений и практического использования коучинга. Вот здесь вы видите сравнительная характеристика по ключевым запросам, с которыми идут к внешнему и внутреннему коучу. Но момент не в этом. Я хочу сакцентировать внимание на нечто ином. Посмотрите, пожалуйста, что входит в первый топ-3, даже топ-1 запросов. Это повышение личной эффективности, тайм-менеджмент, принятие решений, а дальше интересный эмоциональный интеллект, управление изменениями, стренд, баланс и выгорание. Последние два года тренд в корпоративном обучении и в корпоративном коучинге на двух темах. Это стресс и это выгорание. То есть то, что на момент 2021 года было примерно на втором, где-то на третьем месте, сейчас это номер один. Но при этом, что хочет работодатель? С одной стороны, помоги клиенту, помоги сотруднику справиться вот с этим моментом, с стрессом, с выгоранием, найти баланс, подразвить эмоциональный интеллект, но оставаясь в рамках коучинга, то есть оставаясь в рамках достижения бизнес-целей. И вот это получается очень интересные качели, очень интересный набор компетенций, которым обладают не так много специалистов на сегодняшний день. Топ-3 критерия, которые влияют на выбор, ну вот в данном случае мы говорим про внешних коучей. Прежде всего, HR, которые чаще занимаются закупкой таких услуг, говорят о том, что must-have – это наличие профессиональной сертификации. Почему это важно? В России пока что нет профессионального стандарта, рекомендирующего деятельность коучей, но желание получить определенные гарантии качества подготовки специалиста у работодателей есть. Кроме того, как известно, коучинг в Европе и Америке возник немного раньше, если сказать прям по-честному, намного раньше, чем в России. В связи с этим у работодателя, опять же, есть ожидание, что европейские ассоциации, обладая большим опытом, смогут подготовить более профессиональных коучей, чем наши соотечественники. По моему опыту, закупки коучинговых услуг, в том числе для топ-менеджеров, бывает по-разному. На сегодняшний день, на мой взгляд, и в России накоплено немало знаний, опыта и кейсов относительно того, как обучать коучей в соответствии с нашими особенностями ведения бизнеса и нашим менталитетом. Более того, когда мы смотрим, например, на документ, подтверждающий вот это прохождение обучения, есть сертификат, который выдается школами, ну, например, под эгидами той же ICF, которая, к сожалению, покинула Россию в 2022 году. А если мы говорим про российское, если мы обучаемся у российских провайдеров, то здесь мы все-таки чаще видим не просто сертификат, а, например, удостоверение о повышении квалификации, которое есть в АКПП. Опять же, на мой субъективный взгляд, человека, который в свое время занимался подбором коучей для руководителей, для меня удостоверение о повышении квалификации имеет чуть большую силу, нежели просто сертификат, потому что я знаю, какие к нему предъявляются требования. Второй момент – это наличие образования в коучинге. Здесь в основном имеет значение два момента. Первый момент – это количество часов пройденного обучения. Обычно требует, что не менее 120, поэтому большинство школ пытаются либо вот 120, либо чуть больше. В АКПП мы говорим о 160. И второй момент касается практикующих психологов. Я застала несколько волн, скажем так, психологов в бизнесе. Когда я приходила в обучение и развитие в 2012 году, они еще в HR были, и это было более-менее нормально. Через несколько лет и до недавних моментов, до недавних событий, начиная с 2019 года, когда мы приглашали тренеров, когда мы приглашали фасилитаторов, когда мы приглашали даже коучей, одно из главных условий, которое описалось в тех заданиях, не психолог. Сейчас ситуация перевернулась с точностью до наоборот, но смотрят на то, чтобы у психолога было обязательно коучинговое образование. Компании нанимают психологов, они смотрят на то, чтобы было коучинговое образование. Это некая гарантия того, что под видом коучинга будет все-таки коучинг, а не психотерапия, которая может иметь определенные последствия для бизнеса. И вот здесь важно тоже понимать, что если, например, у психолога есть понимание того, как психология работает в коучинге, это большой и большой плюс. И, наконец, опыт коучинговой деятельности. Здесь речь идет о так называемом налете часов. Опять же, на мой взгляд, количество, увы, не гарантирует качество. И более важно, каким образом и как часто коуч анализирует и прорабатывает клиентские кейсы, другими словами, насколько его практика проходит осознанно, с детальным разбором того, что получилось, а что нет, и по какой причине. Имеет ли он возможность обсуждать сложные ситуации со своими коллегами и супервизорами на постоянной основе. Вот этот подход нам очень помогал, когда мы разрабатывали с коллегами тоже методологию когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цель. У нас есть закрытый клуб коучи, где есть только методисты. И вот с недавнего времени, с ноября, в АКПП есть открытые интервизии для всех желающих, потому что вот этот момент, он дает действительно очень хорошую базу для подготовки коучей, которые в том числе работают дальше какими-то бизнес-запросами. Таким образом, коучинг на сегодняшний день это востребованный вид профессиональной деятельности, требующий качественной профессиональной подготовки. И действительно, мы видим тренд последних, наверное, трех лет, что требования коучам существенно меняются, требования квалификации коучей меняются. И сейчас идет колоссальный, потрясающий разворот в сторону психологии. Но на наш, опять же, взгляд, здесь нужна не просто психология, а именно психология коучинга, которая ориентирована под решение коучинговых задач. В заключении, да, один, наверное, из последних моментов хочется проговорить про методологию коучинга, о которой уже Андрей сегодня начинал говорить. Зачем коучингу методологии? Она позволяет, во-первых, четко понимать свои границы и границы коучинга. Она помогает осмысленно выбирать интервенции, тактику и стратегию работы. Она помогает прогнозировать результат и обучать коучингу других людей. То есть методология должна быть отчуждаемой. Вот сегодня в начале, когда вы делились вашими запросами, чем вам интересна психология коучинга, я проговорила про свою боль. Собственно, это та боль, благодаря которой я пришла вот как раз в группу по разработке методологии КПК. Я провожу коучинг с 2014 года среди руководителей, и в какой-то момент я понимала, что я упираюсь в нечто, в какие-то барьеры, которые я дальше не могу с руководителем отработать, потому что я просто на тот момент была очень слабо знакома с психологией людей. И когда я начала задавать вопрос моим преподавателям, менторам, я говорю, скажите, как вот это, а почему здесь вот так, а с чем связана эта механика, откуда растут ноги у всего того, что я делаю? Они говорят, ну вот смотри, вот ещё 100 часов, и ты в этом разберёшься. А вот, ну вот это нужно чувствовать, а вот это нужно, ну вот как-то понимать на уровне интуиции. И у меня был один-единственный вопрос, а можно ли найти ответы на эти вопросы с меньшим кладбищем клиентов? К сожалению, не удалось эти ответы найти, значит, вовне, пришлось искать вот таким образом изнутри, и благодаря этому родилась методология КПК. Таким образом, когда мы говорим слово методология, или когда какая-то школа вам говорит о том, что у неё есть методология, сегодня тоже об этом писали в запросах, да, как это понять. Должно быть шесть основных элементов. Первое – это чёткое определение того, что они понимают под тем, чего они учат, будь то коучинг, будь то терапия, психиатрия и так далее. Должны быть принципы того, чего они учат. Должен быть понятный список компетенций с поведенческими индикаторами и, опять же, достаточно чёткими индикаторами. Концепция, иерархия, либо этапность того процесса, которыми вы учитесь. С чего начать, где продолжить и чем это должно закончиться. Ну и набор техник, либо элементов, понятных, откуда они взялись, как они работают, вшита ли в них некая система безопасности, либо наоборот, эти техники могут быть небезопасны, и тогда нужно следить за первым, вторым и третьим. Вот на эти вопросы мы как раз и отвечали в нашей диссертации по методологии и инструментам когнитивно-поведенческого коучинга. Диссертация большая, но её выжимка есть в статье сборника 8-й международного съезда КПП «Когнитивно-поведенческий коучинг как инструмент определения и достижения целей». И есть у нас видео на этот счёт по методологии когнитивно-поведенческого коучинга на канале «Психология коучинга». Там об этом можно посмотреть более подробно. Таким образом, когда есть методология, более-менее всё становится понятно и предсказуемо. И исходя из этого, когда есть методология, один из основных моментов, эта методология должна быть исчуждаема. То есть, когда ты написал как Шопен этюд для шестого пальца, он звучит прекрасно, но его могут исполнять единицы людей. Мы постарались сделать так, чтобы эта методология действительно была передаваемой. И отсюда родился интенсив, который называется «Психология коучинга. Подходы, методы и техники». Первый поток стартует с 15 апреля по 6 мая. Будут занятия проходить каждую субботу с 10 до 14.00. И вот здесь интересный момент, для кого это. Этот курс для тех, кто практикует коучинг как коуч из других школ, для психологов, консультантов и психотерапевтов. Это амбициозная задача свести, познакомить две, на первый взгляд, совершенно разные аудитории. И когда мы с коллегами встречались на первом нашем метапе, посвященном психологии коучинга в Москве, было два вопроса. Зачем коучинга нужна психология коучинга, а, собственно, психологам коучинг? Тогда, когда эти две аудитории встречаются, коучи могут видеть глубину развития своего профессионального, которое существует вот в этой психологической парадигме, а там действительно можно развиваться очень и очень долго. Для психологов здесь может быть интересен момент в том, что можно увидеть, как решать те либо иные запросы клиента, не наоборот, не погружаясь в эту глубину, потому что в коучинге есть достаточное количество инструментов, которые помогают без большого сбора анамнезов, без проработки глубинных убеждений достичь той цели, с которой пришел клиент. И вот нам бы хотелось, чтобы получилось такое своеобразное перекрестное опыление, потому что на этом стыке могут родиться действительно очень яркие инсайты. Цель курса для коучей переосмыслить, упорядочить знания и навыки в коучинге с позиции ключевых психологических теорий для психологов понять психологическую природу коучинга и приобрести ключевые навыки работы в коучинговой модальности. Как построен курс? Курс построен по принципу полного опыта обучения. Это один из международных стандартов обучения взрослых. Есть такой замечательный консультант Рой Полок и его методология «Шесть дисциплин прорывного обучения». Это, пожалуй, один из стандартов, я бы даже сказала, один из золотых стандартов обучения во всех корпоративных университетах, мировых корпоративных университетах. И, собственно, вот этот же принцип хотелось воплотить и в данном курсе. Есть четыре составляющих. Первая – это самостоятельная теоретическая подготовка. Всё то, что можно прочитать в свободное от работы время в удобном месте, в удобном ритме, мы это выносим в приорит. Онлайн-семинары, которые будут четыре штуки по четыре часа, нужны для того, чтобы отработать практику, для того, чтобы задать вопросы, для того, чтобы отработать и разобрать сложные кейсы и максимум взаимодействия с группой. Далее идёт самостоятельная практика либо с действующими клиентами, либо в двойках и тройках учебных для того, чтобы то, что узнали на семинаре, применить на практике и посмотреть, что из этого получится. И все вопросы, которые возникнут, отправить в чат и получить достаточно быстрый оперативный ответ. Сейчас эта структура видится именно вот так. Ну и, собственно, по содержанию, что же входит в психологию коучинга из основных. Первый блок это разбор, что такое коучинг, как вид профессиональной деятельности, то такое коуч-позиция и откуда её корни и фасилитационная составляющая коучинга. Именно забегая вперёд, говоря про фасилитационную составляющую, мы говорим о том, что когда коуч входит в коуч-позицию, ему в этой позиции нужно ещё каким-то образом двигаться. И об этом мало кто в таких коучинговых школах рассказывает. И тогда как это делать очень хорошо понимается вот именно здесь. Второй семинар посвящён решению сложных задач и всему тому, что связано с мотивацией, виды принципа мотивации, методы мотивационного интервью и другие техники. Третий семинар это психологическая составляющая для преодоления психологических барьеров, это когнитивно-поведенческий подход. И последний итоговый семинар, он посвящён концентрализации кейса и максимальной отработки всего того, что было дано, что было попробовано в предыдущих трёх семинарах. Чтобы сейчас не загружать деталями по программе, можно очень подробно ознакомиться на сайте Psy4Coach либо по QR-коду. Ну и какие результаты, по крайней мере, со своей стороны мы прогнозируем. Для коучей это повышение эффективности коучинговой практики благодаря владению более гибким стилем работы и широким спектром психологических приёмов и техник. Для психологов расширение спектра работы и повышение эффективности практики благодаря владению коучинговым стилем работы, специфическими коучингами, приёмами, техниками и практиками.